и снова здравствуйте всем привет и так давайте сделаем рик для собаки чтобы можно было ее как-то положить чтобы сделать ей какую-то анимацию так погнали так единицы на нампаде n панель это значит скринка с кей чтобы увидели что я буду нажимать n панель закрываем в левом углу как обычно значит нажимаем клавиши так выравнив shift а добавляем арматуру или можем воспользоваться уже так значит арматура вот видите здесь вот есть в и значит здесь должны появиться риги и лошади как это все сделать риги собак значит заходим в преференции находим аддоны и пишем на английском крики рим риджин кубом ведь среди дата ригинг риджиди вот ее ставим все она запомнилась если не у вас автосохранение стоит то ничего жать не надо а если не стоит галочка то значит сейв преференции или так погнали shift а арматура и вот появились у нас значит human animals здесь у нас есть волк horse cat но вот этими ригами я в принципе не советую пользоваться они очень неудобные настройка у них не очень короче там есть гемор так что вот этими пользоваться я не буду я просто вставлю арматуру сингл бомбом теперь включу значит этот object date properties wearport display и информ чтобы видеть спереди наши кости так заходим сразу в оркула пардонте выглядит мод английская а выбираем всю косточку делаем с уменьшаем тройка на нампаде и английская перекручиваем и И тут вот сейчас будем делать значит рик. Что можно сделать? С помощью мов ее вот так вот поставить. Вот таким вот образом. И тут будет два вопроса. Кость можно ставить вот так. Можно ставить ровно. И тут вот такой вопрос. Значит кости можно вот эту косточку ставить вот так вот на таз. Можно ставить ровно. Но близко к верху спины вот к этой ставить не советую. Это будет нехорошо. Детка вот здесь вот посередине ее прогонять и будет нормально. В этот раз я хочу вставить кости. Значит каким образом? По картинке. По картинке это значит add находим image reference нажимаем desktop и я тут накачал много поз разные варианты именно собаки вот этой доберман как она лежит как она стоит и анимацию даже нашел. Вот даже какие зубы у нее. Так. А где у нас тут? доберманус. Доберманус. Ладно. Будем использовать вот этот биомеханическая модель собаки. Выбираем значит картинку. Делаем S 7 на нампаде делаем R перекрутку 1 на нампаде R перекрутим и значит с помощью MOF уйдем назад вот таким вот образом. Так. Тройка на нампаде постараюсь сейчас подогнать ее приближенную значит к нашей модели. так S в принципе совпало вот такая штука. Так. Уведу наверное вбок так буду смотреть. Выбираем косточку заходим в edit mode и погнали. Вы видите как у нее таз стоит. Я хочу повторить все что на картинке. Так. Это значит сколько тут раз два три четыре позвонка. Значит теперь от таза отводим E английская раз позвонок два позвонок три позвонок. Так. Доходим здесь вот начинаются ребра. Ну здесь уже можно косточки значит побольше пускать потому что ребра так не гнутся сильно. Так. Есть. Доходим до лопаток. и отсюда погнали шею. Так. Вот это вот еще лопатка. Вот здесь она где-то будет. Так. А здесь уже погнали косточки шеи. Так. Выводим и E ставим вот сюда так на глаза не будем выводить. Там будет еще риг значит костей глаз рта зубов и так далее. ну вот где-то что-то такое. Теперь выбираем вверх вот этой кости вот этой и у нас тут получается где-то значит E целая идет косточка и от нее где-то три позвонка три позвонка я поставлю два получается нет вот где-то ну да где-то три ну маленьких выходит в принципе пойдет. так начнем теперь с ключицы выбираем где у нас вот это значит начинается ключица выбираем косточку вытягиваем alt и сочетание клавиш clear parent отсоединяем единица нам пади выводим ее вперед и немножко значит в эту сторону так есть такое дело тройка на лампаде и от этой косточки уже так это что у нас получается так кость вот это еще выходит значит G H вот сюда а вот теперь можно E значит вытягивать косточку в эту сторону вытягивать в эту здесь у нас тоже выходит косточка так а на лапах так на лапах здесь получается у нас одна будет цельная кость и одна значит одна чуть побольше это G чуть с изгибом я ее поставлю так вот управляющую кость если я поставлю сюда то будет гнуться вот эта часть это будет нехорошо это будет нехорошо значит E вытаскиваем нашу вот отсюда косточку Alt P Clear Parent все оставляем ее отсоединенной и вот эту кость через shift привязываем к этой кости Ctrl P Keep Off Set через Shift левая кнопка мыши выделения происходит так ребра есть тут вопрос теперь в чем будет нужно зафиксировать таз выбираем низ кости E выводим косточку косточку вот сюда опять низ кости убираем а это уже зеркален пардонте Ctrl Z и вот эту кость Ctrl P так Alt P Clear Parent все нормально вяжем вот эту кость к тазу Ctrl P Keep Off Set так вот эту косточку я не отвязывал это не есть хорошо значит ее Delete Bon и вот эти косточки тоже Delete Bon тройка на нампаде E вытаскиваем кость Alt P Clear Parent ну и здесь значит как и раньше вытаскиваем две кости так а вот здесь чтобы жопа не вертелась G выше поднимаем вот эту косточку она самая маленькая будет и одна самая большая пускай будет если будет мало мы их еще поделим эту кость вяжем на таз Ctrl P Keep Off Set эту кость выбираем вяжем на грудь Ctrl P Keep Off Set так ну это дело есть так что еще здесь я буду уже вытягивать кость тоже так значит вот от этой косточки вытянем так что вы видели именно вот которая будет держать у нас форму таза от нее вытащим кость тогда и уведем ее вниз значит E выходит она где-то вот сюда так даже по-моему ниже это значит G где-то вот сюда эту кость отвязываем Alt P Clear Parent так смотрим поправляем эту косточку значит с помощью Morph лучше чтобы ее не перекрутило это вот таким чтобы не знаю как будет работать этот рик первый раз делаю именно по скелету в основном делал сразу вытяжку на ключице кидал так теперь E до щеколотки потом E вытягиваем вот сюда потому что непонятно так понятно уже понятно непонятно E вытаскиваем кость большую вот сюда и косточку маленькую управляющая кость так вот здесь управляющие косточки вот наверное на эту придется кидать да иначе никак если тут получается выше то тут получается ниже Alt P Clear Parent и опять же вяжем управляющие кости Ctrl P и Polset выбираем управляющие косточки находим настройку кости и отключаем им деформацию есть такое дело так тут еще вопрос в чем когда будет гнуться значит позвоночник возможно будет деформироваться гнуть ну и опять же дыхание собаки если нам понадобится то мы дыхание не сможем сделать если у нас не будет E Alt P Clear Parent еще одной косточки значит так ну не одной в принципе это будет держать здесь грудь мы ее посередине ставим Shift D одну ставим где у нее ребра заканчиваются вот эту часть будет держать значит R эту можно перекрутить G поставить на конец ребра вот так эти две косточки так еще одну Shift вводим пока на грудину и вот эти две косточки вяжем опять же в груди Ctrl P и позвонку так теперь еще одна косточка уходит сюда на грудь она будет держать значит у нас вот эту часть только на нам паде значит G чуть чуть повыше все здесь назначится веса и все будет нормально надеюсь так и вяжем Ctrl P займемся лицом то бишь мордой здесь уже значит без скелета это E как на прошлых персонажах E вытаскиваем косточку Alt P Clear Parent ее отсоединяем с помощью MOV опускаем вниз S английское уменьшаем R перекручиваем G подставляем вот сюда вот именно где идет стык пасти вот сюда вот не дальше потому что будет гнуться и шея в принципе должна уходить полностью от скула вот это гнуться то тогда нужно ставить аж вот сюда но я не буду голову деформировать где-то чуть-чуть поменьше поставлю теперь делаем shift D уводим косточку чуть повыше она будет держать у нас нос но чтобы нос можно было потом как-то изгибать и гнуть надо чуть ее развернуть английская так есть такое дело shift D вытаскиваем одну косточку и shift D вперед вытаскиваем вторую косточку эти кости вот эти вяжем к голове ctrl P keep offset эту нижнюю это будет челюсть нижняя вяжем через shift лево кнопка мыши ctrl P keep offset к нижней челюсти а эту кверху ctrl P все нормально вытаскиваем еще раз косточку alt P clear parent так это будут у нас глаза единицы на нампаде нужно поймать глаза где-то так только на нампаде делаем S потому что большая кость для глаз нам не понадобится чуть-чуть можно подальше отвести чтобы веса здесь не связались и можно даже повыше теперь делаем shift d щелчок лево кнопку вытаскиваем косточку и мягко на нампаде shift d еще одну вытаскиваем на середину вот так и вот эту кость как и на прошлых ригах L перекручиваем чтобы она стояла в тайме выбираем вот эту кость через shift левая кнопка мыши на центральную Ctrl-P и полсет эту центральную кость вяжем через shift левая кнопка мыши Ctrl-P и полсет на голову и вот эту глазную косточку вяжем Ctrl-P и полсет тоже на голову так зубы есть глаза будут нам понадобится теперь какая штукенция только на нампаде и вытаскиваем значит косточку выбираем ее Alt-P Clear Parent отсоединяем Ctrl-I делаем H убираем видимость пока нам ненужных костей чтобы они не захламляли нам вид находим Empty Empty можно пока отключить тоже чтоб не мешалось и убираем эту косточку настраиваем пасть значит L S значит так это G это вот должна у нас быть середина середина у нас есть так еще немножко вниз и наверное еще немножко S чуть-чуть еще меньше делаем в принципе достает все нормально теперь Shift Shift дублируем ставим косточку вот сюда так это R можно перекрутить G чуть-чуть вывести вперед ну так чтобы кость не выходила за меш сильно Shift смотрим с разных ракурсов все это нормально и Shift D косточку сюда и Shift D кость ставим вот на эту часть перекручиваем G и поближе к пасти так это значит кость R чуть-чуть можно G как бы наискось подальше есть есть такое дело выбираем низ кости которая у нас именно центральная E вытаскиваем косточку Alt P Clear Parent ее отсоединяем и с помощью MOV опускаем вниз стройка на нампаде подставляем делаем ES поближе значит в Mesh поглубже заводим так есть теперь Shift вывели G английская и подняли так теперь Shift еще одна кость и Shift еще одна кость поближе к рту так это двигаться вот эти кости в принципе не будут они как для связки будут эти первые две работать так и что получается что у нас эти кости далеко стоят от Mesh так эти вот вот эта косточка тоже так Ctrl Z ее все убираем и G поглубже в Mesh так а я выбрал не ту кость Ctrl Z так а эта кость как стоит ух ты ух ты ух ты ух ты не те кости по выбирал значит так давайте давайте теперь их свяжем так что чуть пониже это тоже чуть-чуть пониже выбираем низ кости через Shift вниз другой кости английская F связываем костью закрываем и через Shift левая кнопка мыши F выбираем следующую низ кости F и так далее так есть такое дело чуть-чуть косточки подглавлять наверное будет нормально эту потом подтянем так тройка на нампаде ну теперь нам понадобится шлифты понадобится нам глаза значит только на нампаде джи собака сильно не моргает но все равно у нее веки присутствует на моргание редкая но есть есть такое дело только на нампаде и перекрутим это будет джи мертвая кость она не будет двигаться она будет просто держать вот это значит вот эту часть века теперь сделаем 6d и погнали делать дублирование чтобы вот эту часть эти косточки выставить здесь еще вставляем и вот здесь будет уже мертвая кость тоже вот она так эту косточку поправляем эту значит поглубь глубже у нас так это кость у нас до уходит это кость уходит вот сюда и смотрим сверху это многовато так а вот эту поближе кость вот к этой кости шильды значит не хватает еще одну добавляем нету повыше поднимаем сверху нижние тоже оформляем у нее нижние не будет закрываться так уж и д д д д но установить их надо пусть три косточки будет стоять так эту чуть пониже есть такое дело здесь вот я не знаю добавлять ну давайте сюда ставим по середине кость сколько на нам плане делаем с белом и r на стиль перекручиваем и перекручиваем устанавливаем на переносицу шер дым поставим пару костей на брови значит опять тройка на нам по vdr здесь уже можно их уменьшать ну и джим нам нужно чтобы если собака будет длиться вот вот эти брови тоже как бы припускались вот отсюда не идут сгиб здесь кость уже и семерка на нампаде наверно так будет лучше шеф д д д как тройка на нампаде ну да на эту часть тоже поглубже повышен так здесь не будем добавлять вот эта кость будет привязана к голове вот эту косточку к этой кости это f настроим на 3 чту все пойдет хватит и так это и так это и все это место будет стоять все правильно или это мертвая не вот это на кто не должна быть нормально нет наверно вот это удалить ну ладно в процессе посмотрим так теперь что нужно сделать единица нам поди нам понадобится еще вот это одна кость шеф д опускаем ее ниже тройка на нампаде уводим вглубь и делаем с и делаем f и делаем джи так теперь шеф д опускаем еще одну кость перекручиваем это будут у нас кости отвечать за подъем веков век так сразу вяжем вот эту кость к этой так сначала быть выделяем пардонки и вот сюда вяжем control пи и пол сет теперь вот эти нижние выбираем и вяжем на косточку который будет отвечать за подъем нижних век control пи и пол сет что еще нужно сделать нужно пару костей выбрать вот этих сделать шеф д поднять их к верху для чего это поднимается для того чтобы когда будет опускаться века она за собой не тянула вот эту часть чтобы было именно натяжка вот эти части должны оставаться неподвижными если нам нужно будет их оттянуть то мы будем работать непосредственно уже только с этими костями так есть такое дело делаем шеф дым и настраиваем нос делаем с так чтобы нос нормально работал давайте вот так вот раз вытянем косточку единицы на нампаде всю ее выберем и поставим по центру черепа тройка на нампаде теперь G подведем поближе к носу мягкой части которая двигается и E вытянем косточку так можно даже наискось единицы на нампаде так когда будет работать нос когда будет работать нос он будет за собой тянуть низ губы значит что делаем вот это шеф д косточку единицы на нампаде с значит так G поднимаем ее повыше и шеф д дублируем выставляем вот здесь вот именно под носом да так здесь уже мягкая часть работает но должен работать только нос так здесь мышцы не будут работать так а ну-ка только на нампаде наверное до сюда дотяну челюсть точно теперь как вернуть видимость костей это сочетание клавиш alt h возвращаются кости которые были скрытые теперь значит E E вытаскиваем косточку alt p clear parent и нужно сделать нам ухо так 7 на нампаде выводим кость на ухо чуть-чуть вглубь кройка на нампаде и они у него в принципе купированные значит сгибать их сильно не надо будет допустим как у дворняшки так E ну и сюда тоже E вот три косточки которые будут потом настроены на copy rotation как это тогда наверно сюда аж пониже чтобы здесь вот ухо шевелилась нижнюю косточку вот эту вяжем на голову ctrl p и pop set сейчас внимательно запоминайте пока как вяжется вот эта вся штукенция ухо вяжется к голове все что не должно двигаться вяжется только голове просто головная кость она остается как череп не движется да а только вверх вниз по бокам смотрит и ведет за собой все косточки так это кость значит на голову ctrl p и pop set переносится косточка носовая вот это тоже вяжется голове ctrl p и pop set следующая кость вот эти кости которые находятся под носом они тоже вяжутся к голове ctrl p и pop set они как ограничитель стоят движения так что еще но эти привязали вроде теперь глаза вот эти косточки верхней которые мы сделали они не будут двигаться они тоже как ограничение движения нижних век вовсе все полигоны тут за ними не следовали через шифт ctrl p и pop set следом так эти я повязал на эти повязаны здесь вот эти косточки будут настроены на на движение stretch tool и значит выбираем верхние кости вяжем только голове ctrl p и pop set вот вроде бы с этим все теперь нужно привязать губы вот эти выбираем верхние кости через шифт левая кнопка мыши а вот эту вот боковую не трогаем вот эту вот она нам не понадобится и вот эти верхние кости вяжем к верхней к верхней косточке она как тоже ограничитель ctrl p и pop set так а вот эти нижние вяжем к нижней этой челюсти ctrl p и pop set потому что будет закрываться нижняя челюсть и они должны следовать за ней вот такая штука вот эти вот эта косточка боковая вот эта она вяжется в голове потому что она тоже как ограничитель ну как она не должна двигаться ни за кем ctrl p и pop set так ну вроде бы понятно сделано но у нас еще есть язык и нужно вытянуть косточки языка значит что можно сделать давайте 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 лучше вытянем косточку посередине это е alt p clear parent мы ее отсоединяем и куда-нибудь подальше от нашего вот этого персонажа отводим почему когда будет делается связка вот этого персонажа с риком со скелетом то мы могут здесь вот здесь вот связаться именно вот тут вот эти кости весами взят поэтому их нужно отводить подальше от мыши чтобы короче вот эти вот этот мы с ними не слипся как это будет язык язык у нас получается одна косточка будет маленькая она будет находиться здесь деньги в глотке и нам нужно вытянуть еще четыре косточки для чего 4 ну чтоб язык был более гибкий можно даже больше костей так вот эту кость вяжем голове ctrl p и pop set так проверяем чтобы ничего не не забыть здесь сгиб нормальный подмышку должен он не тронуть а здесь то здесь у нас происходит это значит значит брюхо держат вот это чуть наверно пониживаться не вот сюда вот так повыше и поднять посередине ну в принципе все нормально в процессе что-то смотреть что да как находим видит мод нам нужно выбрать опа пардонки вот косяк у меня такой вот эти косточки не лежат у меня значит в ноге значит это джин где-то на середину их надо вывести так он вот эти только кости подальше в лапу их устанавливаем вот далее ему год так а вот эту косточку нужно немножко низкости подправить так чтобы потом не ломала всю ногу единица на нападе эту косточку тоже можно немножко завести в нашу лапу так что у нас задней лапой задней по моему легла нормально а ну-ка да ничего подобного выбираем отводим так здесь значит колено локоть отводим показываем куда надо костям ими нагнуться так эту кость привязываем к тазовой ctrl-p не забываем есть такое что-то да ну по-хорошему по-хорошему можно еще тут вставлять кости куда именно вот вниз вот сюда чтобы вот эту часть они еще держали чтобы вот эта часть не гнулась но это уже в процессе посмотрим не всегда это надо ну бывает что нужно так есть такое дело и смотрим чтобы вот эта кость это значит поменьше а это кость чтобы была в меше как-то так как-то так наверное выбираем все вот эти кости которые находятся с одной стороны с этой правой от меня так смотрим семерка так семерка на нампаде вот она кость не выбралась это не есть хорошо все просматриваем проверяем что тут еще значит вот кости языка нам не понадобятся этого они тут стоят ждут когда язык будет к ним подключен так глазные кости есть челюстные нам не понадобятся все смотрим еще раз проверяем а вот видите в чем вся суть вот эти косточки вот эти тоже должны быть выбраны за исключением всех центральных все центральные кости не выбираются так все и тут значит зеркалка по симметрии если делаем а ну-ка правой кнопкой мыши симметрия по-моему вот это ctrl z с дублируем и свит детон лучше не нажать и нажать x global где то есть тут симметрия вот вот можно по симметрии тут работать в принципе она и так удобно так смотрим так челюсть соединилась глаза соединились попали все game over наш так теперь object и что нам нужно сделать нам нужно теперь найти глаза через shift выбираем тут или нажимаем персонажа их находим так глаза глаза поднимаем повыше глаза у нас маленькие сейчас надо будет идти в edit mode уменьшать вот эту косточку так 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 глаз подставляем к центру вот именно чтоб к центру был привязан можно даже дальше от центра чуть отводить чтобы он лучше крутился глаза вывели теперь нам понадобятся зубы зубы тоже выводим из меша так эту челюсть подставляем вот сюда к этой кости а эту челюсть подставляем значит к этой кости и желательно косточки сейчас тоже отрегулировать находим язык 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 g язык мы сейчас тоже здесь подгоним можно его немножко этот язык растянуть пусть будет побольше так ну вроде ничего не забыто заходим выбираем кости заходим в edit mode выбираем вот эту кость делаем ей с она большая тоже нам не понадобится джин подгоняем это к центру эту косточку с тоже можно убрать они будут назначены бом как кости будет привязка так смотрим теперь что глаза у нас попали но тут суть вопроса в чем что нужно вот эти косточки сначала давайте по одной их уменьшаем немножко G английское поправляем подтягиваем к центру желательно семерка на нампаде и центр точно поймать чтобы глаз работал адекватно вот таким образом S так косточки прям можно еще поменьше так вот эту кость можно еще уменьшить пусть будет маханьки вот тогда глаз будет хорошо крутиться что у нас получается с языком так язык здесь у нас можно уже попроще значит G можно вот так вот присоединить чтобы одна кость уходила за значит наш вот этот меш так вторая пусть тоже будет поменьше так эта кость тоже поменьше потому что здесь будет уже возможный изгиб вываливание изо рта так и желательно их наверное на язык ставить побольше так так тройка на нам паде выравнив значит теперь косточки так раз эту косточку вниз эту значит кость кверху и желательно все опять же прогонять по середине не не надо подходить допустим прям близко к какому-то краю так это в горло будет заходить можно ее чтоб видеть делать G побольше так так ну в принципе в принципе рид готов если что-то будет забыто или что-то пойдет не так то здесь уже можно будет его дорабатывать так единицы на паде сразу сохранил вдруг блендер захочет вылететь и столько работы коту под хвост надо привыкать именно сохраняться почаще просто надеясь что программа не вылетает но бывает что блендер у меня вылетал немного но были такие случаи в принципе блендер он не вылетает если видюха нормальная если слабый комп то да есть такой грешок так мы начнем с самого простого повяжем глаза и настроим глаза выбираем сначала один глаз это уже в object мод так выбираем через shift кости заходим в post мод выбираем кость которую мы будем привязывать глаз и нажимаем ctrl p нажимаем bond так следом выбираем в object мод второй глаз через shift кости post мод выбираем кость другую ctrl p глаза привязаны давайте привязываем теперь также сервистик но здесь я уже ладно комментировать не буду точно так же вяжем значит язык но тут язык язык можно привязать двумя способами выбрать язык так или да язык потом допустим сервис шифт нашего персонажа а потом кости и все это вот это завязать на ctrl p автоматик должно все это привязаться ну это вот так ну давайте попробуем так и сделать так ctrl p будет автоматик виджет так привязка прошла выбираем значит кости и и нужно проверить как тут все привязалось так выбираем r кость так опа здравствуйте а глаза глаза у нас отвяжены значит заходим в edit мод получается как так я это дело упустил вот эти кости управляющие за глазами они у нас отвязаны не беда делаем ctrl p тип offset привязываем их голове так заходим в object mode теперь сделаем в принципе перевязку не надо делать потому что кости весами связались и получается что когда вы корректируете что-то делаете привязку она не должна влиять уже да вот она уже не влияет уже все привязано так она привязана ну какие кости отвязаны мертвые кости мертвые кости так вот смотрите видите дергание идет заходим в post mode и делаем ctrl z ctrl z ctrl z возвращаем возвращаем назад я не доверну голову вот чтобы не было потом проблем когда будете заходить в edit нот чтобы вот мертво стояла поза без всяких дерганий так что у нас получается до мертвые управляющей кости это вот эта кость и вот эта кость так здесь получается вот она кость вот она кость нет не это а вот это здесь все правильно выбираем голову ctrl p offset ну такое случается что когда костей много бывает забываешь что-то привязать но когда уже в постмод заходишь то тогда она показывает что не так так выбираем кость смотрим L вы видите что после того как мы выбрали сначала меш языка потом меш собаки добермана и потом кости и вяжется вот эта деталь вот такая ступенция так это все повязалось пусть так находится теперь файл save смотрим что настраиваем наши ноги ctrl shift сочетание клавиш inverse kinematic настройка костей влияние на две кости так следом проверяем как она гнется и следует ли добавлять еще какие-то кости так вы видите куда уходит значит локоть локоть под самую грудь под самую грудь уходит поэтому нужно будет потом его чуть-чуть подкорректировать ну и тут пока inverse kinematic настроим ctrl 6 c inverse kinematic тоже на две кости я не хочу устанавливать именно вот эти водки вы косточки на которые должна ориентироваться вот эти колена потому что при анимации при анимации они очень мешают сейчас настроим значит по-другому все выбираем вот эту косточку и вот эту ctrl shift c и copy location а вот эту кость с этой c значит назначим copy трансформация и на copy трансформацию ставим local white parent и влияние до половины можно уменьшать так это и тоже до половины чтобы сильно не перекручивалась смотрим теперь как будет настроить а тут выглядеть г ну вот уже получше только придется вот когда он будет бежать вот можно лапы перекручивать тогда локоть будет следить именно за движением этих лап тут вот еще видите косяк в чем она вминает в себя грудину это не есть хорошо туда нужно вот вот сюда под эту лапу поставить еще косточку которая не будет давать ей сдавливать эту грудь ну это сейчас тоже сделаем control z control z пока делаем настройку доработки уже косяков будем дальше смотреть так погнали control 6 универс кинематик на две кости опять же следом сразу ставим control 6 копии transform трансформация ставим local white parent можно ставить local space но white parent это работает более как бы получше мне кажется или ошибаюсь мне нравится вот именно сама стройка control shift копию location все уменьшаем до половины влияния смотрим задние будут работать изумительно вот G вот нормально видите задние двигаются но так как у нас такая стекенция значит поставим на три кости так оп вот у нас нога адекватно сгибается нормально control z control z control z видимость видимость костей поставим и погнали дальше настраивать все вот эти лапы control shift c inverse cinematic на три кости так влияние индивидуально и нормально control shift c значит copy трансформация ну давайте local space одну ногу настроим чтобы понять как оно влияет в чем разница разницы большой нет но мягкость есть ctrl shift c тоже наполовину вот таким образом ну и здесь тоже давайте ctrl shift c трансформация эту кость значит на эту ctrl shift c значит инверт cinematics на ключицу или как это называется кипец ухо так есть такое дело и вот вся проблема собак видите что так у меня тут разведка вот так вот выявлены потому что я ее чуть-чуть не настроил в этом sustenstain чтобы этого шва не было это тоже рассмотрим этот вопрос не суть вопроса но хорошо что это выпало сдалека то так не видно а вот здесь уже заметил вот они разрезы идут надо там было корректировать разива убила так теперь что делаем одну версию так одну версию всегда сохраняйте вот в таком виде чтобы кости все были отдельно это так файл а другую версию мы сохраним уже для работы где кости будут посажены вглубь да так теперь рот настраиваем вот это все выберем но мы это все не скроем ну тогда вот боком дай боже не запутаться вот эту косточку надеюсь вам видно на тут первое центральное вот это следующее идет и решить вот на эту кость control shift и вот так все все костики по ходу делаем так control z control shift тем быть ты что ты 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 это ты 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 как Продолжение следует... Продолжение следует... Так, плащ настроена, проверяем джин, убираем любую косточку джин и увидите, что все, морда у нас, морда лица у нас движется. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Вот делаем так, Ctrl-6-C, делаем... Минематик, получается у нас empty вот это, да? Это не есть хорошо, она теперь будет вот так вот выскакивать, Ctrl-Z... Нужно еще бы одну косточку вытащить... Так, ну давайте вот как настраивать это вот... Так, это управляющая... Вот эту... Ctrl-6-C... Минематик... Вот она... Появилась... Но нужно удалить... Вот это значит... Bone layer... Так... Все... Арматуру вставляем, а Bone layer удаляем... Вот теперь... Значит... Так... Влияние... На одну... На две кости... Лучше на одну, наверное, будет поставить... Ага... Ctrl-Z... Ставим на одну косточку... Так... Арматуру тоже отключим... Джи... Ну вот уже... На две тогда ставим... Вот... Вот теперь ухо движется нормально... Ctrl-Z... Ctrl-Z... Так... И вот ставим на две кости... Так... Здесь такую же штуку повторяем... Значит... Вот так... Ctrl-Shift... C... Нужно снимать... Значит... Верхние... Таргеты... Удаляем... И ставим на две кости... Есть такое дело... Можно также настроить и голову... На голову с позвонком... Смотрите, как будет... Ctrl-Z... Ctrl-Z... Универска... Кинематик... Значит... Таргеты... Удаляем... И ставим на костей 6... Ну... Короче... Вот... До поясницы... Проверяем косточку... Значит... Джи... Во... Просто выбираю кость... Мы теперь будем... Двитить... Значит... Голову... Так... Если мы больше костей поставим... Это получается... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Только до грудины дошло... Влияние... Если мы поставим... Допустим... Вот... До поясницы... То будете... Позвоночник гнуться... Смотрите... Вот... Видите... Вот такая штука... Нужно уже гибкий позвонок делать... Чтоб собака прыгала... Веселилась... Как-то... Ну... Вот... 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 Так... Ctrl Z... Ctrl Z... Всё... Оставляем... Только... Наверное... Не на 9 я поставлю... А... На 8... Да... Чтоб вот здесь вот... Дерёбка... Заканчивается... Тут только гнулась... А таз стоял на месте... Так... Проверяем... Теперь... Таз... G... Всё... Таз движется... Собака приседает... Только мне не нравится... Какая штука... Да... Так... Ctrl Z... Что у неё... Вминаются... Вот эти... Рёбра... Так... Знаете... Вот эту кость... Передвину сюда... Поближе... Давайте... Попробуем... Зайдём... В Edit Mode... Тройка на нампаде... И... Сделаем ещё... Shift D... Одну косточку... Вот... Сюда... Выкинем... Под нашу... Лапу... Чтобы она не давала... Ей... Значит... Ломать... Вот этот... Наш... Хребет... Где-то... Вбоку... Вот... 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 Такую кость... Единица на нампаде... Shift D... Miro X Global... И... Подтягиваем к этой лапе... Вот... Сюда... Так... Всё... Сгиб будет чисто на лапе... А это будет стоять мертво... Так... Ну... А здесь нам уже нужно перевязать... Потому что это новые кости добавлены... Их обязательно перевязывать... Ctrl P... Будет автоматик вытет... Итак... Связывание прошло... Давайте зайдем... Выберем только кости... И... Зайдем... Постмод... Так... Теперь попробуем... Чтобы... Наша собака... G... Это хвост... Я привык... Что это... Тазовая... Так... Значит... G... Вот... Уже нормально... Уже нормально... Но... Грудину держит... Видите... Грудина держится... А вот это... Вминается... Так... Эта часть... Вминается... Значит... Нужна... Наверное... Еще... Часть костей... Вот сюда... Добавить... Чтобы... Грудь... Не гнулась... Да... Потому что... Ребра... Должны стоять... На месте... Ctrl Z... Давайте... Попробуем... Еще... Эксперимент... Так... Значит... Еще... Две кости... Вот... И теперь... Выбираем... Вот эту... Шифт... Левая кнопка... Мыши... Стройка... На нампаде... Делаем... Shift D... Подставляем... Вот сюда... Можно... R... Перекрутить... G... Чтобы... Вот эта... Грудина... У нас... Держалась... Так... Опять же... Object Mode... Выбираем... Персонажа... Выбираем... Значит... Костик... Ctrl... P... Выбираем... Автоматик... Выбираем... Язык... Не отвязался... Да... Не должен... В принципе... Перевязываем... Это... Только... Тело... Так... Выбираем... Кости... Выбираем... Post Mode... И... Опять... Пробуем... Значит... G... Все... Грудина... Держит... Конечно... Натяжка... У нее... Выходит... Но это... За счет... Вот этих... Лап... Ctrl... Значит... Что... Сделаем... Выберем... Одну... Лапу... Семерка... На нампаде... И... Э... Кость... Э... Отвернем... Подальше... От... Ребер... Так... Смотрим... Это... Значит... Держит... Линия сгиба... У нас... Идет... Значит... Дальше... Дальше... Идет... И... В принципе... Она... Не должна... Ну... Как... Гнется... Вот... Эта... Часть... Можно... Эти... Кости... Конечно... Отсоединять... И... Чисто... Работать... С... Эти... С... Эти... Кости... Просто... Оставлять... Значит... Отдельно... Чтобы... Двигать... Это... Тоже... Так... Вариант... Ну... Нужно... Именно... Так... Что... Тут... Так... Пробуем... Это... Мы... Посмотрим... Так... Затянулся... Ролик... Ну... Так... Работа... Подготовки... Так... Это... Сильно... Так... У... Собаки... Лапы... Не работают... Максимум... Насколько... Она... Приседает... Это... Где-то... Наверное... Вот... Так... Вот... Так... Как-то... И... Больше... Здесь... Если... Что... Можно... Подправлять... Всё... Это... Решаемо... Это... Не... Так... Это... Не... Является... Проблемой... Нам... Просто... Нужно... Собаку... Будет... Потом... Положить... И... Чтобы... Она... Держала... Ну... Бег... Можно... Делать... Прыжки... Можно... Делать... Так... Управляющий... Тройка... На... Нам... Клапа... Делать... Значит... М... Клапа... Движется... Ctrl... Z... Чтобы её настроить... Можно её настроить... Так... Так... Ну... Copy Rotation... Получается... Эту кость... Выбираем... И вот эту... Ctrl... Shift... C... Copy Rotation... Вот... Она... Вывернулась... Так... Что... Делаем... Что... Делаем... Ставим... Значит... Local... Space... Local... Space... Нога стала... Назад... Теперь... Пробуем её... Значит... Крутить... Так... Не... Ctrl... Z... А... Вот это... Передняя... R... Нормально... Ctrl... Z... И... Теперь... Выбираем... Так... Не так... Это... Если... Для одной кости... Copy Rotation... Выбираем... Первую кость... Выбираем... Ctrl... Shift... C... Copy Rotation... Ставим... Ставим... Ее... Значит... На... Local... Space... Уменьшаем... Ее... Влияние... До... Половины... И... Теперь... Выбираем... Эту... Кость... И... Вот... Эту... через Shift... Ctrl... Shift... C... Copy Rotation... Так... Ставим... Local... Space... Local... Space... И... Влияние... На... Половину... Так... Оно... Которое... Нам... Паде... Если... Теперь... Мы... Движем... R... Нашей... Косточкой... Ctrl... Z... То... Тогда... На... Вот... Эту... Кость... Давайте... Поставим... Инвертировать... По... Если... По... То... Когда... Мы... Будем... Поднимать... Кверху... Она... Должна... Насколько... Это... Правильно... Покажет... Анимация... Ну... Такой... Есть... Вариант... Значит... Теперь... Получается... Если... Нога... На... Лапа... Значит... G... Поднимаем... Выводим... Вперед... Вот... Если... Теперь... Мы... Будем... Перекручивать... И... Вот... Сюда... Вот... Так... Вот... То... Она... Будет... Гнуться... Вот... Таким... Вот... В... В... Принципе... Мягко... Control-Z... 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 Ну... Такая... Настройка... Сохраняем... Файл... Значит... Управляем... Так... Теперь... Челюсти... Пошла... Челюсть... Немножко... Тяжеловато... Надо... Наверное... Понизить... Полигонаж... Именно... Модели... Это... Поможет... Нам... Сделать... Челюсть... Так... G... Теперь... Выбираем... Эту... Косточку... На... Челюсть... Вправляем... Челюсть... Так... Вниз... Так... Язык... Нужно будет... Чуть... Наверное... Подальше... Подальше... Подставим... Ну... И... Теперь... Глаза... Самое... Важное... Это... Глаза... Так... Есть... Такое... Делаем... Единицы... Нам... Вводим... Поглубже... Немножко вперёд, а я же ещё глаза не настроил, пардонте, значит что, настраиваем глаза на слежение. Выбираем вот эту кость и вот эту кость. Ctrl-Shift-T, Track-Two, кость перекручивается, Y, Z. Так, оставляем по миру и значит на половину влияния. Ну и тут тоже Ctrl-Shift-T, Track-Two, Y, Z. Ставим на половину. Теперь, если мы будем вводить центральную кость, то у нас будут двигаться и глаза. Вот они. Ctrl-Z. Всё это нормально, понятно. Теперь выбираем вот эти косточки и вот теперь заводим их, значит, в нашего персонажа. Отпускаем ниже. Так, чуть повыше. Вот, в принципе, нормально. Так, проверяем, как закрываются веки. R. Вот вы видите, что висок опускается тоже, да? Это не есть. Хорошо, тройка на нам падень. R. Какие-то костики не привязались. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Или привязались, но вот сюда надо тоже добавить по одной кости. Это значит видимость костей. Смотрим сразу. R. Какие тут опустились, кости какие нет. Так, кости-то опустились, видите. Но кости. Так, ну-ка, тестируем. G. Не привязались к мэшу. Вот. Ctrl-Z. 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 Или слишком глаз стоит впереди. Сильно. Ну, что тоже может быть. Так, ну-ка. Ну, да, вот эти. Так, ну-ка, вот эту теперь сторону проверим. Ну, все. Глаза закрываются. Просто тут нужно еще будет подкорректировать. И вот эти глаза, вот эти косточки глаз. Глаза еще нужно посадить чуть-чуть поглубже. Тогда они будут перекрываться. И глаза, именно у Добермана, они очень маленькие. Вот так вот. Так, и вот эти косточки. Они стоят, наверное, где-нибудь не широко. Так, что тут происходит. Так, выбираем одну кость и глаз. А, нет. Ctrl-Z. Так, пробуем вот эту кость выбрать. Они не сориентированные. Так. Вот. А здесь потом нужно будет косточкой вот эту часть подтянуть. Вот она перекрылась. Так. Теперь что делаем? Выбираем вот эту кость. Так. Чуть-чуть ее повыше. Вот. Ну, теперь будет нормально все работать. Вот эти кости. Вот эти кости далеко стоят. Вот эти кости слишком далеко стоят. Так, надо поближе к этой кости подвинуть. Это нам поможет EditMod. Так, нет. Здесь они и стоят тут нормально. Потерики. Все отцентровано. Все отцентровано. Корректировка нужна будет чуть-чуть. Так. И все. В принципе все. Так. Нос работает. А ну-ка проверяем. Нос работает. Ctrl-Z. Так. 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 Вот так вот еще сделаем. Значит. Единицу нам подведем. Shift-D. Так. Ctrl-Z. Значит не Shift-D, а делаем E. Вытаскиваем кость. Alt и Clear Parent. Это будет у нас, значит, косточка черепа. Так. Раз. Два. И отводим ее вглубь. Чтобы не тянули веки черепушку, чуть-чуть выше поднимаем вот сюда. Так. Ну и здесь тоже добавим кости. Это значит E. Alt и Clear Parent. G. На висок поставим, чтобы кости глаз висок не тянули. И вот эти две косточки вяжем в голове. Ctrl-P и Alt-Set. Выбираем эти две кости. Единица нам подведем. Делаем Shift-D. Мира X-Global. И значит копируем на эту сторону. Так. Ну где-то таким образом, да. И вот эту костечку наверно тоже подальше от виска отведем. Ну все. Вот такая настройка персонажа. Заходим в лиджек-мод. Выбираем персонажа. Выбираем кости Ctrl-P. Выбираем автоматик лиджет. Сохраняем это все дело другим файлом. Обязательно. Save As. Значит Doberman это вторая часть. Вот с ним будем работать. А тот как базовый будет для изменений. Если что-то для корректировок. Так. Смотрим теперь в обзор сетку. Все. Такая сетка нам не понадобится. Делаем Decemate. И в Decemate понижаем сетку. Смотрим сразу, чтобы персонаж не был квадратным. И вот у нас персонаж уже 8000 полигонов. Файл Apple. Файл Apple. Теперь выбираем персонажа. Заходим в False Mode. И смотрим насколько он стал резок. Вот насколько он стал легок, резок. Ну пока вот такой результат. Затянулся ролик очень сильно. Так что в следующем ролике, ну уже когда анимацию буду делать, подкорректирую и скажу вам, что с ним не так. Все. Всем пока. До свидания.